добрый день уважаемые зрители мы продолжаем с вами говорить про базы данных на прошлом занятии мы поговорили о терминах и определениях на это продолжим уже говорить о более практических вещах и так почему вообще так широко используются системы с базами данных и есть преимущества какова цель почему вообще не работать без них одним из важнейших аспектов который позволит нам выработать ответ на данный вопрос является понимание какой собственно системе идет речь об однопользовательской или многопользовательской можно точнее сказать что многопользовательские системы предоставляют по сравнению с однопользовательскими еще и сверх преимущества давайте сначала рассмотрим случай однопользовательской системы у нас с вами есть некая виртуальная база фермерского хозяйства она очень мала и очень проста поэтому сразу вроде бы как бы потенциальные преимущества видите невозможно например на ней у нас есть информация о том какие животные где у нас находятся и сколько корма на них тратить в принципе линейный фермер может это все удержать уголай в обороте представить себе такую базу для огромного хозяйства имеющего десятки тысяч которые сотни тысяч животных при этом для силостных башен в которых хранится корм который постоянно расходуется пополняется преимущество системы с базы данных по сравнению с традиционным бумажным методом ведения учета вполне очевидно прежде всего это компактность нет необходимости создание ведений огромного объема бумажных карточек быстродействия компьютер можно выбирать обновлять данные и соразмеримо быстрее человека это можно получить ответ очень быстро на такой вопрос как а сколько же у нас свиней а сколько эти свиньи съели за последний год если мы скажем эту задачу выполнить по бумагам в тот момент когда мы во первых вычислим количество свиней настоящий момент на нашей огромной ферме у нас уже будут проблемы когда мы скажем чтобы узнать среднее потребление за последний квартал тоже проблема дело в том что эти информации нужны как данные как элемент рабочего процесса нам надо заказывать корм сколько же нам надо заказать корма чтобы наши животные не умерли от голода если мы даже не знаем сколько их низкие трудозатраты нападать необходимость в утомительной работы над картотекой вручную механическую работу машины всегда будут выполнять лучше чем люди актуальность если работа с базой организована должным образом то информация которая доступна в любой момент является достаточно свежей защита ну база может бы реплицироваться на отдельные сервера которые могут быть находиться в любой точке земного шара иметь еще какие-то отдельные варианты копирования да и плюс это не бумага она не так просто может быть уничтожен а если мы говорим про многопользовательскую среду тут еще больше преимуще потому что именно такой вариант предоставляет предприятию средства централизованного управления его данными ну если мы не будем это делать централизованно как бы у нас может быть множество приложений у каждого своя база данных однако все равно в конечном итоге это все будет стекаться в централизованное хранилище данных если мы будем говорить об этом дальше такую то такой вариант в принципе вполне возможен и мы можем эксплуатировать это довольно таки на рабочей ситуации к спасибо за внимание на себя